Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге Бытия, мы обратимся сейчас к 16 главе. В предыдущей 15 главе описан завет, который Бог заключает с Авраамом, ну и, соответственно, Авраам заключает с Богом, завет, в рассказе о котором мы видим сразу несколько таких отсылок к будущей книге Исхода. Будущей я имею в виду по, так сказать, движению книжного свитка. По времени-то, вероятнее всего, Исход был составлен раньше, чем Бытие. Ну, по большому счету, суть дела от этого не меняется. Так вот, было рассказано о заключении завета, о том, что Бог в огне и дыме проходит между разложенными Авраамом, рассеченными жертвами, и заключает завет, обещая эту землю Аврааму, и обещая ему потомство по числу Пескомарскага. Ну, а как это реализовывать? Дальше составитель помещает рассказ о том, а что реально происходит, потому что одно дело там слова, которые Бог обещал, одно дело договор, который Бог заключил, и совсем другое дело реализация. Псара, жена Авраамова, не рождала ему. Ну, конечно, рассказ вообще в этой сфере такой очень своеобразный, особенно для современного читателя, потому что Аврааму там 99, Саре 90. Ну, ребята, о чем разговор? Я понимаю, там, если бы написали, что Аврааму 49, а Саре 40. Нет, вот так. К слову, заметим, что древневосточные предания знают не так мало чудесных рождений, замечательных людей, выдающихся людей от очень-очень престарелых родителей, в таком рождении, которое происходит чудом. Да больше того, на самом деле, вот еще римские императоры, вернее, римская пропаганда имперская времен первых императоров, как мы видим, например, усветывания в жизни 12-ти цезарей, тоже прибегают к такому приему чудесных рождений. Вот здесь такое чудесное рождение предстоит. Предстоит. Пока только говорится о том, что ну вот Сара не рождала Аврааму. И автор здесь рассказывает нам, по сути дела, о разных ухищрениях, которые Сара, Авраам применяют для того, чтобы все-таки было какое-то потомство. Служанка, которую Сара дает в наложнице мужу. Довольно обычная история, это архаическое общество, там рабыни, служанки, наложницы. В общем, не разбери, поймешь, где что. Есть четкое отличие, обратите внимание, законной жены от всех остальных. Вот. Но толкователи обычно говорят о том, что этот рассказ о бесплодности человеческих попыток решить проблему, которую только Бог хочет решить. Ну, вероятно, это и в самом деле, так сказать, близко к тексту. Для автора и составителя скорее важна, важна хоть и очень короткая, но генеалогия. Группы родственных народов которые считаются, являются, вероятно, потомками Авраама и, может быть, даже чтут Бога Авраамова, но при этом это там другая этническая группа. Вот, может быть, еще раз повторю, вся эта коллизия с Агарио и Измаилом важна для того, чтобы обозначить некие родственные генеалогические взаимоотношения между одной и другой ветвями Авраамова потомства, что наверняка могло и даже должно было интересовать автора, в отличие от таких банальностей про то, что Сара там стала притеснять родившую служанку. Ну, в общем, в этом смысле сюжет такой достаточно тривиальный. Происходит сплошь и рядом. И вот во второй части, там, после седьмого стиха, здесь автор говорит нам, что изгнанная Агарь в пустыне, ангел Господень находит ее, ну, если это ангел Господень, написано, значит, в оригинале это написано «Вестник Господень». Вот некоторую весть от Господа он приносит к Агаре, хотя при этом там такой странный разговор, как будто ангел вообще мимо шел по своим делам. Ой, говорит, а что это ты, откуда пришла и куда идешь? И Агаре объясняет. И говорит ей «Возвратись к Саре, к госпоже твоей, и покорись ей, и умножай, умножай, умножу потомство твое. Ибо услышал Господь Бог страдания твои, вот назови сына Измаил». И Агарь, возвращаясь к Саре, называет Бога «Ты Бог, видящий меня». Вероятно, опять-таки, для общей системы того, что Тора говорит о Боге, это очень важная идея. «Я увидел страдания народа моего в Египте. Ты, Бог, видящий меня». Вот Бог видит правду. Бог видит страдания. Не блеск позолоченных крыш дворцов, не блеск рубиновых светильников на остриях шпилей, ни сверканий мечей, и ни звон пропаганды. Не вот это вот все видит Бог. Бог видит страдания. И это для взглядов авторов и составителей Торы одно из доказательств, именно доказательств, его настоящести, его реальности. Ну и вот дальше говорится о том, что действительно Агарь родила Аврааму сына, и имя ему было названо Измаил. «Я не знаю, как видите, Продолжение следует...